Пять советов продуктивности. С ними ты разберешься с этим дерьмом. Как видите, сегодня со своим хорошим другом, Томасом Франком. И он поделится с нами секретами продуктивности. Томас, у тебя же есть канал? Да, есть, он называется Томас Франк. Я оставлю ссылку в описании. Если вы студент, вы узнаете, как лучше учиться, как повысить свою продуктивность. Еще я рассказываю о сне, о питании, многое об улучшении навыков. Что мне нравится, ты проводишь много исследований. Друзья, перейдем к советам. Первое. Начнем. Главное, о чем я хотел сказать сегодня, это техника помодора. Как ты сказал? Помодора. Так итальянцы называют помидор. Это то, что я делаю каждый день, потому что я писатель, и мне нужно... Есть помидоры? Как я понимаю, ты ставишь таймер. Да. Ты определяешь время, за которое тебе нужно что-то сделать. Своебразный порог времени. Так? Это искусственное ограничение времени. Я использую технику помодора, чтобы писать каждый день. Я устанавливаю 25 минут. Я обычно заканчиваю гораздо позже. Нужно войти в состояние потока. А вначале обычно испытываешь сопротивление. Тебе не хочется этого делать. Но когда ты начал, ты погружаешься в дело, и тебе незачем перерыв. Никакая мотивация не сравнится с тем, когда ты видишь прогресс. Конечно. Перейдем ко второму номеру. Итак, второе. Распишите свои дни так, чтобы самые сложные дела были на первом месте. Я слышал, что это называется съесть лягушку. Да. И как же ты... Ну... Как ты это делаешь? Спрашиваю себя, что я реально не хочу делать. Чего я избегаю и делаю это первым. Мой обычный план на день. Писательская работа для меня очень сложна. Я встаю и пишу до тренировки. Я покупаю кофе, пишу под помодора, иногда это 25 минут, иногда около часа, затем я тренируюсь, и потом... Я понял для себя, что если я справлюсь с делами, не всегда сложными, от которых больше всего отдачи, весь оставшийся день я чувствую себя отлично. Для меня это отснять видео. Если я вдруг оставлю его на вечер, то весь день я чувствую давление. И если я сделаю его с утра, я прекрасно чувствую себя весь оставшийся день. И еще, почему нужно начинать с трудного, если вы начнете свой день с чего-то простенького, вы почувствуете поддельное удовлетворение. И вы не будете желать сделать нечто важное. И вы по-любому ничего не сделаете больше. Нет, конечно, некоторые дела ценнее, чем другие. Третий совет. Итак, третий совет. Заведите список дел на день, вместо списка дел на неделю. Я не знаю, как выглядит твой, но у меня огромный список дел на всю неделю. Все расписано. И он становится непреодолимым, если все остается на один день. Так что накануне или с утра я пишу три дела, которые я точно сделаю сегодня. И мне понравилось, что ты сказал, ведь я тоже об этом думал. Три дела. Как факт, некоторые люди могут сделать только одно. Вы можете начать с одного, чтобы точно его сделать. Это забавно, я говорил об этом в видео, что можно просто приготовить вещи накануне. Подберите одежду. Да, это можно применить ко всему, что угодно. Будь то улучшение своего стиля. Допустим, начинайте с нуля, смотрите на кого-то, как Антонио, который этого добился. Карманный платок, часы, все такое. Купите костюм и пальто, все, что вам нужно. Четвертый совет. Он называется, уберитесь до нейтральности. И сама суть идеи в том, что сделав работу, очистите свое рабочее место, чтобы получить абсолютно нейтральное пространство. Многие шеф-повара называют это мисс Анплас, что означает, что все на своем месте. Все, что лежало на месте, до того, как начали готовить, после сервировки, возвращается обратно, моется все, освобождается место. И на следующий день ничто не мешает работе. Это забавно, снова, я применяю эту технику для своего стиля. И на занятиях, которые я провожу, я всегда говорю, начищайте свою обувь после того, как ее ношение на сегодня закончено. И когда вы проснетесь утром, если вы спешите, вам не нужно тратить время на это. Погладьте рубашку до того, как она вам понадобится. Пятый совет. Правило 20 секунд. Идея в том, что это время активной деятельности, чтобы начать что-то. И если вы хотите делать что-то чаще, укорачивайте это время. Правило 20 секунд значит, что вам нужно 20 секунд, чтобы погрузиться в ваше дело. Насчет меня, мне нужно практиковаться игре на гитаре чаще. Гитара стоит рядом с моим креслом. Я захожу в гостиную, хватаю ее, и через 3 секунды я уже занимаюсь. Я зачастую сплю в спортивной одежде. Да, что-то вроде этого. И знаешь, я просыпаюсь, потому что в Висконсине холодная зима, но я одеваюсь и выхожу. Круто, я уже следую некоторым твоим советам. Друзья, они очень мощные, особенно если вы используете их вместе. Так? Они работают вместе. Но начинайте с малого, не пытайтесь делать все сразу. Где можно тебя найти? Мой канал на YouTube, Томас Франк. Просто вбейте в поиски. Очень просто найти. Друзья, я оставлю ссылки на мои любимые видео Томаса в описании. Посмотрите, прекрасный канал. Спасибо, что пришел на Мэнфлуэншел. Субтитры сделал DimaTorzok